приветствую на моем youtube канале сегодня хочу показать свои пустые баночки которые собрались за вторую половину зимы и за весну даже не точнее за зиму и за весну такие вот они баночки но это еще не все еще вот тут пара баночек то что не влезла в эту корзинку я конечно сегодня такая немножко кудряшка сью но не обращаем на это внимание я вроде бы подключила петличку надеюсь я не буду сильно скажем шубуршать и не вижу подключена ли петличка или нет начну наверное с того что не в корзине а вот здесь рядом со мной в основном баночки сейчас на уходовые так начну наверное самый большой это вот такая вот маска для волос joanna professional что могу сказать обычная такая маска здесь на под конец она застыла то есть вот в таком состоянии она застыла это никак уже не использовать хотя надо двадцать пятого года польск польский бренд такая вот маска что она обещала маска для волос разглаживающим эффектом шелком для сухих поврежденных волос у меня довольно таки не 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 поврежденный волос скажем так более таки нормальные кончики прям самые кончики они сухие то есть многие маски на мне работают супер скажем так то есть скажем если у вас действительно поврежденные волосы наверно вы даже не поймете эту маску если так скажем обычная посредственная маска скажем так единственно что было удобно такая огромная банка далее тоже маска для волос уже поинтереснее причем она стоила вот это насколько я помню дешевле от гарнир фрукти с бананом покупала в пятерочке я и просто купила мне нужно было не нужен был какой-то уход за для волос просто когда я мою голову что-то скажем я просто это даже не в качестве маски было брала а на каждый день в качестве в бальзам и эта маска меня в приятную удивила то есть она стоила меньше 500 рублей вот и пром до конца использовала был класс был а классно душка она очень хорошо скажем увлажнила волосы и давала для моих тонких прямых волос такую скажем плотность хорошем смысле это слово то есть она их не утяжеляла но они были таки более плотные они меньше путались легче расчесывались они уж хорошо влесели то есть эта маска мне очень сильно приятно приятно меня удивило наверное буду пробу еще брать от этого бренда другие маски просто нет и готова нюхать и нюхать на волосах это душка не так сильно давал что с нами только на первый час когда и волосы еще мокрые влажные потом уже подсушенцы это быстро выветривалась с бананом экстра питание маска для очень сухих волос мне понравилось далее также маска этой маски я готова петь о добиви такая вот 8 секунд забыл как какой-то бренд это корейский бренд массив маска 8 секунд от массив у нее еще в комплекте шла такая как не пипеточка такого наконечник видео но сносит острым носиком эта маска может дать эффект ламинирования по крайней мере на моих волосах она им давала на такой эффект когда хочется мало времени но хочется получить супер-пупер результат что волосы были мягкие блестящие легко расчесывать и лежали очень прямо надеюсь правильно не прозвучало ее достаточно нужно мало то есть вот это банки здесь 200 миллилитров она у меня наверное сколько было ее мне хватило где-то на два года к потрясающая маска ее нужно совсем чуть-чуть на руку наносите она прикан то есть при таком смешание даже апреле трение она получается приобретает такое более такой белый оттенок скажем так так она сама по себе прозрачная маска просто я не знаю всем кому и рекомендовала то есть она есть чуть меньше мобиль также она продается таких как в пробничках пакетиках саше все восторги даже у кого сами по себе очень кудрявые волосы они действительно видят что можно как это как со средства здесь и сейчас получить потрясающий эффект как будто бы ламинирование и те кто ежедневно выпрямляет свои волосы то есть у меня подруга есть который ежедневно выпрямляет себе волосы и посоветует маска на скал что с этим и как будто даже нужно чуть меньше выпрямлять свои волосы каждый день я не знаю я очень люблю эту маску буду покупать еще и еще но здесь у меня еще вот вот столичка есть но я просто решила сейчас показать потому что скорее когда я уже добью я не буду же эту банку скажем собой таскать это просто потрясающая маска далее такой вот питательный гель для тела от эвелин с манго легкая текстура хорошо увлажняет здесь тоже мне еще чуть-чуть осталось не утяжеляет и при этом когда наношу на кожу спины на ноги более в теплое время года я вижу как кожа скажем блестит не за счет блеск а вот за счет как-то как будто масло нанесено на кожу но при этом нету чувствовала скажем когда вот прикасаешься кожи что что-то липкая нет быстро впитывается хорошо увлажняет плюс скажем если не любите какие-то плотные текстуры наносить на тело что-то более легкое вам советую иногда даже это наносила на лицо потому что это питательно устанавливающий гель для лица и тела иногда я это наносила на лицо классный такой гель от эвелин так что у меня еще здесь вот такое вот масло для кутилку от эвелин даже шагать быстренько себе нанесу мне кажется мне покрытие уже отросло он такой пахнет немножко так чем таким цитрусовым хорошо увлажняет не сильно жирная когда еще было в целом флакон довольно таки стильно смотрится не протекает возможно кому-то неудобно кому-то нравится когда в паночке здесь вот получается такая щетка у лака флакон как лак но это масло для кутику здесь также есть витамин е насколько я помню бы хорошо увлажняет особенно зимой когда кутикула просто сохнет она как такая корочка справлял свои задачи буду покупать еще и это не моя первая баночка из этого всего у меня пока все что показала это все было первый раз куплено да а вот это я наверно это уже на уровне 3 баночка и будут покупаться еще так это я отодвигаю а есть еще вот у меня здесь уже из декоративной косметики но это не совсем пустая баночка есть еще есть но просто уже время подошло от это выкидывать этот art visage такой вот хайлайтер я его надо использовал даже как сияющую базу под макияж либо его смешивала с каким-нибудь уходовым кремом чтобы прям такого действительно получить эффект глоу иногда смешивала с каким-нибудь кремом добавлял капельку бронзера его и уже на открытой на открытой участке тела на ключицы на зону декольте на ноги его использовала хороший но довольно таки суховат его прям что если действительно на все лицо используется лучше все-таки смешивать с каким-то уходовым кремом за свои деньги довольно таки неплохой он стоил рублей 400 ничего больше не могу сказать оттенок такой шампань вот он качестве хайлайтера я его если честно не использовала никогда в качестве крема у хайлайтера так это отодвигаю так почему-то я тюрьмян сюда добавила это я все отодвигаю и приступаю к тому что у меня в этой корзиночке позиции если честно много начну с двух вот таких вот тонеров от бренда 3-мой я очень люблю этот корейский бренд 3-мой я пробовал от этого бренда очень много тонеров например вот этот вот саха паха кислотами по серенький я пробовала раза три четыре то есть это наверное мне либо 3 либо 4 банка он такой скажем больше как пилинг тонер я его использовал на ночь в холодное время года когда чуть меньше солнца очень хорошо справлялся с черными точками с воспалениями мне нравится но наверное действительно если хотите на кислоты я его советую то есть на каждый день если у вас кожа не привыкла кислотам наверно будет тяжеловато не тоже тяжеловато а кожа может среагировать у меня кожа привыкла уже кислот мне было нормально хорошо даже и такой вот тоже от ремей тонер виталимон он с витамином c он получается тоже скажем за счет витамином c хорошо работал на осветление на поры плюс витамин c очень хорошо освежает кожу привет такого сияния нравился здесь еще вот вот столичка если я просто решил его сейчас тоже показать как я эти тонеры использую я их не использовали не использовала на ватный диск нет что мне нравится у тримая их просто скажем на ладонь и вот просто таким прикладывающими движениями не знаю я еще пробовал тримой розовый который с коллагеном голубенький пептидный они все классные это тоже у меня нами вторую вторая банка я очень люблю этот корейский бренд он недорогой но у него все средства скажем работающие далее тоже из разряда тонер тогда продолжим такой вот тонер это скорее даже как эссенция эмульсия от хадалаб это уже японский бренд здесь несколько видов гиалуроновой кислоты и сначала подумай гиалурон к иглу и гиалурон как бы просто уважение но он был такой чуть погустее уже ничего не осталось и иногда я его использовала прям в несколько этапов то сего как в качестве тонера ждал когда немножко впитать и дальше его наносила еще раз прикладывающими движениями в качестве сыворотки он очень хорошо увлажнял и восстанавливал кожу то есть это правда действительно супер средства то есть знаете когда что-то используешь ну просто как обычные увлажнение будет а потом покажут супер результата понимаешь что да буду покупать еще вообще этот бренд мне очень понравился какой-то от хадалаба также из серии тонеров то есть тоже видно пустая баночка такой вот софтнер-тонер для лица очищающий увлажняющий от опью довольно таки такая большая баночка есть по моему сколько объем был 500 миллилитров пол-литра просто здесь еще вот такая помпа удобная вот она то есть вот так нажимаете здесь я уже конечно ватным диском он вот наверное видно что он такой немножечко в молочном цвете у него и скажем по текстуре он такой формате молочка мне нравилось что и хорошо увлажняет еще бывало когда скажем есть какие-то шелушения просто ватный диск немножко прикладывала оставляла и дальше скажем шелушение проходили любила больше в зависимости от времени года если более холодное время года то на день и утро более теплое время года только на ночь хорошо увлажняет хорошо увлажнял буду ли повторять еще наверное нет если честно просто как-то сейчас я долго не могла закончить банк она мне уже просто надоело но банка действительно удобная просто ватный диск вот так вот я вам может возможно только из-за банки покупалась честно так из тонеров перейдем тогда к сывороткам а нет еще есть вот такой формат пилинг уход от сэндо я не знаю как это бренд называется он продается в всяких таких магазинах как улыбка радуги фикс прайс это казанский бренд от парли он получается здесь аха кислоты миндальная зелоиновая кислоты получается отшелушивает улучшает клеточное дыхание ускоряет регенерацию делает кожу гладкой пилинг уход для тела я его использовала именно для тела на ноги и на спину потому что у меня я подвержена пигментации то есть малейшая скажем царапина укус насекомого все что-то мне остается свет и кислоты мне помогают чтобы у меня не оставались следы плюс бывает скажем у меня на зоне декольте и на спине скажем какие-то воспаления иногда вылезают прыщики просто я либо вот это вот так вот сбрызгивала на тело либо на ватный диск наносила смывала обязательно потому что равно здесь если честно что мне поразило он стоил рублей 100 но здесь если сочетать состав на первом месте вода на втором сорбитол на 3 миндальная кислота далее азолаиновая кислота далее нецинамид витамин c и дальше идет бетаин депантенол экстракт магнолии экстракт лотоса и дальше всякие пэги то есть на первом месте довольно таки кислоты правда скажем на первых местах на лицо я его не использую как-то боялась использовать переходим к сывороткам такая вот сыворотка от ликата с нецинамидом и цинком я эту сыворотку сейчас набрала летом она стоила рублей 300 я как-то бренду ликата так отношусь ну что что-то вроде как он бюджетненький очень много рекламы блогеров ну попробую эту сыворот вроде состав дам ничего и плюс ях тогда мне нужна была какая-то сыворотка в дорогу если вдруг я ее потеряю разобью что было не жалко просто мне нужно было сыворотка в дорогу я ее купила и как ни странно она работает я много сывороток пробовала с инициальным не цинамидом и цинком составит то есть от за акт я пробовала также пробовала от ordinary потом еще по моему у лароша пробовала из лучше всего а еще бахи или бахи я не помню как называется он представлен на херп и вот этот вот от ликата от которой я ничего не ожидала этому просто ну просто чтобы была сыворотка в дорогу хорошо справился то есть какие если там успеть до того появлялась какое-то воспаление хорошо это убирал здесь здесь я не помню сколько здесь процентов цинка 1 процент цинка и 11 не цинамид как ни странно ли это сыворотка аппликато сработала буду ли покупать еще невозможно но пока нет возможно чуть-чуть позже еще приобрету как уже понятно я не совсем умею записывать такие видео с пустыми баночками и все что я хочу сказать про косметику у меня просто улетучилась как я включила камеру и я такая косноязычный сейчас сижу вторая сыворотка аравия тоже такой скажем спорный бренд тоже много обсуждений как положительно такая отрицательных отзывов такая мультиактивная сыворотка с ретинолом я покупал когда зимой в казахстане когда жили в казахстане я ее прям тогда использовала сначала как бы понятно то я постепенно внедряла ретинол по чуть-чуть далее потом уже я практически через день использовала вечернем уходе она хорошо то есть мне не было никакой реакции на все падает у меня не было никакой реакции здесь на ретинол и честно я не совсем поняла было ли здесь ретинол то есть возможно есть очень маленький процент содержания ретинола плюс есть ретинолы которые вроде бы процент содержания них хорошие но просто не совсем рабочий ретинол здесь возможными так та история просто хорошо увлажняла сыворотка но я не не почувствую ничего того что должен был сделать ретинол я не увидела что у меня где-то что-то разгладилось что у меня как-то улучшил состояние моих пигментных пятен компон просто это было скажем такое какое-то увлажнение я ничего не видела мне как скажем были воспаление так и шли воспаление как были довольно таки яркие пигменты пятна так и остались плюс сейчас я убрала ретинола своего ухода я до этого покупал другие сыворотки с ретинолом которые более рабочие но сейчас я убираю ретинол своего ухода буду немножко с другими компонентами работами возможно чуть позже я вернусь к ретинолу не совсем поняла это сыворотка она просто какая-то какая-то давайте я покажу эту тушь она просто из этой корзины вываливается такая вот тушь от люкс визаж смоки айс панорамный объем здесь такая силиконовая тоненькая щеточка хорошая тушь вообще у люкс визаж туши мне кажется нет ни одной плохой туши по крайней мере на мне у меня довольно таки тонкие ресницы необъемные которые растут смотрят вниз то есть их нужно прям тюрлером всегда подкручивать на мне довольно таки хороший дает не то что хороший кто-то скажет что ресницы не видно но знаю мои ресницы скажу что это хороший результат такая вот черная тушь ничего плохого не могу сказать сейчас у меня другая тушь от люкс визаж уже голубенькая термо тушь нравится но там немножко другая щеточка здесь более такая классическая силиконовая щеточка раз уж туши показала еще одну тушь быстренько покажу такая вот от эвелин тушь big volume lash wonder of wonder prof есть уже такая щеточка тоже силиконовая но она болит к мягкая гибкая и чуть побольше это уже должна была быть влагостойкая тушь но я этого не заметила у меня она не только что у меня даже бывало что вот обычная тушь который не заявляла о том что она влагостойка или там что-то еще держалась лучше чем вот это потому что вот это буквально через час у меня везде отпечаталась и текла то есть вот эту тушь я вообще никак не советую потому что она не давала на моих ресницах вообще ничего на их только склеивала 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 что у меня с языком и она еще и текла отпечатывал соски то есть какая-то странная тушь такая вот голубенькая от эвелин тот продукт от эвелин который работает здесь также азолаиновая кислота он в форме геля гелевая текстура этот крем не очень понравился особенно его прям почувствовала когда в том году зимой мы прилетели в турцию меня просто обсыпал после скажем казахстанских 40 градусов морозов в резкое тепло в плюс 10 плюс перелет довольно таки долгий меня просто сыпало только так и вот этот крем меня спасал очень нравится буду покупать еще тот самый момент когда у аравии скажем как совсем не рабочие средства пока меня мне то есть вообще как мертвому припарка скажем так и вот прям супер средство которое стоило рублей 600 легкая гелевая текстура когда у меня прям было очень много воспаления там полностью на всю лицу за исключим конечно же зоны вокруг глаз не вы наносила иногда прям когда уже я чувствовала что мне где-то называет какое-то воспаление и просто точно наносила классная здесь получается азолаина кислота 5 процентов так закончу с аравии также аравия тоже супер средством вообще как бы с бренда в аравии я познакомилась благодаря вот этой маске это у меня 2 банк уже такая анти акне маска она немножко у меня с ней что-то произошло она вообще сама по себе зеленого цвета но тут что-то с ней произошло видимо она уже испортилась маска уход для проблемной жирной кожи она хорошо вытягивала скажем подкожные плечи действительно их вытягивала еще я заметил такую вещь у этой маски я ее использовала в период когда были активные акне наверное несколько раз в неделю она довольно таки такая кремовая я толстым слоем наносила через 15-20 минут я ее смывала и бывал то купил банка буду покупать еще но я сейчас купил другую маску от аравии уже для пор зелененькую у аравии есть маски то есть те же сам маска в таких банках и есть в тюбиках я вот думаю наверное куплю себе в тюбике такой вот потому что к банку но сейчас то когда жизнь чемоданах и часто туда-сюда летаешь ну не вариант но вот этой банки наверно хватит я не знаю насколько вот прям эту маску я советую действительно если у вас есть подкожные прыщи либо просто какие-то воспаления есть также бывают на лбу такие скажем маленькие прыщики такие незаметные просто как бугорочки все с эти хорошо справляется еще такой момент то есть вы чувствуете что вот где-то вот особенно подборожки побаливает и так нащупываете что как будто ага прыщик назревает стоит нанести где-то наверное на чуть подольше то есть не нас опускать там 30-40 минут главное потом хорошо улажнить кожу подержать просто точечно и скорее всего на следующий утро у вас прыщик быстрее выйдет либо она просто рассосется все зависимости насколько вы быстро успеете я не знаю потрясающая маска ну раз совершенно начала говорить про проблемную кожу продолжим такая вот малышка миниатюрка от ларошпозе эфаклар пенка у меня когда-то было большое скажем полна размер когда прям действительно я ходил к спитологу лечила свои окна и хороший вот сейчас просто когда такая вот малютка я и брала с собой в дорогу пока также после скажем тепла когда я приехала в казань из тепла в минусовую температуру у меня промо 5 все обсыпало это пенка меня спасала да конечно она подсушивает но я и не использовал каждый не использовал только вечернем уходе через день хорошая пенка полный размер я уже больше не буду покупать вас только вот какие-то такие миниатюрки буду покупать это удобно такие миниатюры плюс дорогу закинуть как маленько такое со средства фоклары и ларошпозе тоже такие бренды что отработать что-то нет но на мне фоклар работы то есть у меня были как сыворотка насколько помню потом крем корректор такой в такой тоненькой тюбе работа нам не работал также если говорим про средства для умывания такого средства от хадалаба как я дает показываю японский бренд тоже из той же серии что и вот этот тонер с гиалуронкой он уже формате такой скажем пенки милане там уже ничего не осталось хорошее очищение на каждый день особенно даже мне понравился период когда у меня прям обострение окне не раздражало кожу то есть когда скажем оси окна иногда сильно подсушивающие либо какие-то сильные пенки с каким-то активами могут ухудшить состояние надо нужно что-то более такой увлажняющий успокаивающий она хорошо успокаивала очищала наверное буду покупать еще но пока у меня еще есть чем умываться и есть очень то есть по факту здесь сколько объем написано 160 миллилитров этой пенки хватило больше чем на год здесь очень маленький расход чем сейчас я пользуюсь гидрофильным маслом от этого бренда это наверное одну из лучших гидрофильных масел все честно так не обращай внимание что немножко говорю в нос просто я сейчас на немножечко болею вот такой вот крем скорее от корейского бренда насколько поняли японского бренда pons у white beauty он получается шел на осветление на отбеливание он застыл здесь был составе нициномит насколько я помню если этот крем там выбеливал то есть мне казалось как будто я наносила не на какой-то sunscreen либо что-то еще но он там выбеливал осветление я не совсем увидела довольно таки жирный крем в общем этот крем я не советую купола и у как-то в подружке в рай и не увлажнил и не увлажнял скорее даже больше подсушивал с пигментами пятнами не справился отбелька только давал какой-то эффект отбеливания но кожа не отбеливалась а просто выбеливал в момент нанесения и весь день лицо фото было бледное какой-то странный крем так еще и он высох то есть он сейчас там просто как будто глина посещающий стакан потрогать там просто кусочками все падает от просто водка это глина крайне не рекомендую этот крем указать что стол там рублей 600 но я не знаю просто лучше что-то другое купить за эти деньги чем это такой вот крем и по моим в прошлый в прошлом видео также с пустым баночкой показывал от крема тоже 2 после того как я приехала в феврале в казань после тепла у меня кожа скажем были воспаление и плюс были шелушение купил этот крем и он зовут весь период что я была в казани около месяца вот он вот так ты расход что его даже так подрезала очень блюд крем это витамин f99 полужирный даже такое я уже говорил про этот крем хорошо увлажняет также работает на осветление постакне хорошо скажем увлажняет восстанавливает если шелушение про не знает какое-то чудо крем покупаю я его обычно аптеке он стоит рублей 300 200 300 зависимости от аптеки на диску там нужно по поедете по поездить походить по аптекам поискать от фрудиан так здесь на не видно так вот spf крем с виноградом он называется вообще гель крем гель spf 50 я не за это наверно у меня шестой флакон люблю этот крем но все-таки крем не гелевый довольно таки легких хорош хорошая защита от солнца не забивает пор не вызывает воспаление в нем бывает что он на некоторые spf крема у меня появляется реакция воспаления люблю этот спф причем его знаете как его покупаю когда ну все он не надоел хочу какую-то новую спф попробовать его покупаю другие но вот этот у меня всегда есть на всякий случай потому что я знаю что на мне он хорошо работает но просто надо надоедает одним и тем же пользу ну шестой флакон буду покупать еще нравится советую всем у кого комбинированная либо жирная кожа хорош хорошая защита такая приятная легкая такая отдушка ненавязчивая который быстро уходит не оставляет какой-то такой жирной пленки на коже быстро впитывается нужно нанести также как обычно толстым слоем немножко подождать самое главное не вызывает воспаление два таких средства биби от миша двадцать седьмом оттенки медовый беж хани беж но я не знаю я пробовал от этого бренда точнее разные оттенки у меня были в арсенале 21 23 несколько двадцать седьмой несколько раз я не знаю какая-то у меня банку уже от этого биби крема от миша были как маленький формат и были как кушонные матовые так и сияющие так и биби очень влют от биби буду покупать еще у меня про запас есть 23 оттенки этот был 27 но 27 я последнее время не использовала соло его смешивала либо с аджастером потому что он довольно таки для меня темноват либо с каким-то более светлыми тональными кремами и вот пока находилась в казани его смешивала с таким вот сиси от эстрада в одиннадцатом оттенке фарфоровый то есть этот прям такой медовый тепленький и этот просто максимально светлый для моей комбинированной склонной жирности кожи кожи хорошо держался ну я не знаю про этот биби крем и уже все слышали он просто потрясающий хорошо справиться своей задачей есть как ухаживающий компонент составе есть сколько 42 spf хорошо хорошие перекрытие можно как тонко нанести также можно наслоить не вызывает воспаление не комедогены это просто такой ну обычный сиси бюджетники сисишка его просто обычно с чем-то смешивая с каким-то темными тональными кремами ну вот это я однозначно буду покупать и еще это не а это вот ну возможно ничего плохого не могу сказать но и не прям средства ну что можно хотеть от скажем тонального крема крема за 300-400 рублей как говорится не умею я записывать видео про пустые баночки потому что я все себе выписал что я хотел сказать про косметику просто села перед камерой и просто мозг отключился сделала вот такой вот от сант морис автозагар автозагар мусс в оттенке медиум я не знаю я очень люблю сант морис автозагары этот он тоже потрясающий это не знаю уже какой флакон буду покупать еще это единственный автозагар который не дает какой-то зеленого оттенка или какой-то оттенка жареной курицы детстве я его конечно не наношу на лицо то есть это на тело он не пачкает все вокруг но десна конечно я его распределяю специальной варежкой хороший такой автозагар дает хороший результат то есть можно на слои то есть вы его нанесли подождали когда подсохнет потом нанесли еще раз никогда у меня никаких проблем с ним возникал ничего не забывал одежду сильно не пачкает понятно если вы нанесли не дали подсохнуть сразу там на деле что-то белое и прям если прям белой скажем тканью так привести конечно испачкаетесь как с любым автозагаром медиум единственный первый раз брала обычно брала лайф по-моему но я поняла что наверное все таки для меня надо брать медиум хорошо что я взяла медиум буду покупать еще волосам такой вот шампунь от холика-холика с биотином потрясающий шампунь который хорошо очищает кожу кожу головы у меня был период когда волосы очень сильно выпадали и я не знаю работал том что шампунь ничего не делать кроме очищения хорошо очищал но волосы немножко чуть меньше выпадали и вообще приятная душка плюс составе биотин не было никаких минеральных масел составе хороший потрясающий такой шампунь мягкий подходящий на каждый день буду покупать еще далее сухой шампунь от провов с которой именно для брюнеток такой стемненький это наверное 10 флакон буду покупать еще это наверное самый лучший для меня сухой шампунь лучше чем батист по цене примерно как батист но объем чуть повесил меньше плюс такой яркий розовый флакон но самый лучший то есть он темненький то есть для брюнет хорошо не оставлять каких-то белых следов он оборот такой темный дает прям хороший результат как сухой шампунь если вдруг нет возможности помыть голову плюс хорошо продает объем если вы хотите именно его использовать для объема далее такая вот термозащита от вела стиле ой термозащита двоечка он именно формате такому жидком это у меня третий флакон я с этим средством познакомился еще когда учился университете я там каждый день делал какие-то укладки на плойку такие легкие локоны я им пользовалась потом у меня закончится когда я постригла свои волосы в пикси я его купила потому что я помнила что это средство если просто нанести и просушить волосы феном и дает такой скажем эффект объема и действительно это потрясающе такое средство даже просто если вы не будете делать какую-то укладку на горячие скажем средства то есть на плойку либо на напрямитель а просто просушить даже волосы он немножко так приподнимает его скажем корни волос мне нравится и плюс вот такая легкая текстура я не очень люблю иногда наносить на волосы какие-то кремовые текстуры уже формате термозащита вот это мне нравится не знаю насколько если у вас скажем длина сухая и поврежден насколько он будет на вас работать скорее всего все-таки нужно что-то чуть посильнее но для моих волос хорошо далее такой вот пилинг от cp1 но это больше наверно знаете такой пав здесь павы есть это все-таки такой как шампунь даже не как пилинг хорошо очищает у него есть гранула в составе вот этой банки мне хватило примерно на два года но все-таки пилинги я хочу для головы все-таки предпочитаю больше не павные а кислотные но довольно таки неплохой просто как огромный банка ничего не могу сказать плохого хороший такой гель пилинг буду покупать и наверное его еще или нет пока не знаю просто пока есть другие пилинги которыми я пользуюсь они мне нравятся плюс такой огромный ну он не нужен такой большой если честно и все собственно все мои пустые банки у